Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вот, вопрос касается манипуляции, вот, ну, я не буду, наверное, зачитывать, полностью ваш текст, я могу только сказать, что всегда, когда есть апелляция к чувству вины, а всегда, когда, когда вы, вот, сами чувствуете, что вы что-то должны были, что вы не такая, какой должны быть, да? Да, в результате того, что человек говорит, вот, именно, конкретно говорит, это, в принципе, является нарушением личных границ, вот. Ага, у манипуляции просто есть более широкое, родовое такое понятие, потому что манипуляция – это вид нарушения личных границ, по сути. Вот, ага, и вот это, вот, ваши ощущения, ну, то, что, вот, то, что, вот, вы, ну, слышите, что человек говорит или читает, что человек говорит, вот, ну, вы понимаете, что должны быть какой-то другой, чтобы ему было хорошо. Вот, это, вот, как раз история про нарушение личных границ, а, причем, у каждого человека по-разному. Ну, то есть, ну, если бы другой человек на вашем месте был бы в этой ситуации, он, может быть, по-другому отреагировал бы, вот, он, может быть, никак бы не отреагировал вообще или согласился. Ну, вот, сказал, что, ну, что-то типа, да, ты прав, а ты прав, или ты права, вот, действительно, я должен был или должна была поступить, поступить именно так, как ты говоришь. Вот, у вас этого не возникает, да, вы чувствуете, ну, чувствуете, это вам странно и неприятно, ну, то есть, вот, это очень похоже на желание обосновить нарушенные личные границы. Вот, поэтому, что касается посылок, да, вот, если это было со стороны, да, ну, это выглядит как то, что человек не может Прямо сказать, как есть о своих желаниях, вот, и комментирую его посылом, да. Так, вот, по сути, по сути, перекладывание ответственности на вас, собственно, что лежит в основе манипуляции, Ну, вот, это прикладывание ответственности на вас за, ну, за ту или иную, за те или иные события в жизни человека. За те или иные ощущения у человека, вот, то есть, это, вот, все, вот, как-то, правда получается. Большего, в принципе, добавить, мне кажется, нечего, кроме того, что, ну, на мой взгляд, То, что вы неделю об этом думаете, и то, что вы спрашиваете сейчас об этом у нас, Это свидетельствует о том, что, что вы себе, ну, на мой взгляд, не доверяете, А, в полной мере, не доверяете своим ощущениям, вот, с одной стороны, А, с другой стороны, вот, когда мы сталкиваемся с тем, что не оправдываем ожидания кого-то, Вы, вы говорите о том, что вот, начали, ну, развивать отношения, вот, Я не очень понял, как это начали развивать, хотя, знаете, его давно, вот, Но, я думаю, если есть негативное, негативное такое отношение к неоправданным ожиданиям, да, вот, И нежелание принять, например, в случае вашу эмоциональность, на которую, ну, на мой взгляд, да, Вы имеете вообще полное право, полное право, вот, то это говорит все же о, Что, на мой взгляд, поверхностности в отношениях, вот, это говорит о том, что ваши отношения с человеком, вот, ну, Ну, в какой-то, в какой-то степени поверхностны, значит, в каком, ну, в каком смысле это слово? В том смысле, что вы друг друга, ну, как личные, как личности, вы как будто бы не видите, вот, понимаете, да? То есть вы видите, вот, друг друга, ну, друг друга, там, как, ну, партнера, вы можете видеть друг друга, друг друга, Ну, как мужчину, как женщину, вот, но как личности, вот, на мой взгляд, вы не видите. И когда вы проявляете какие-то качества, которые, ну, не вписываются, не вписываются в парадигму партнера, вашего другого человека, То есть, наверняка такая реакция, вот, это вопрос к тому, вот, насколько обстоятельно вы взаимодействуете с человеком, Насколько вы обстоятельно узнаете его, его, и даете ему узнать себя, и обговариваете ли вы это все, или в этом смысле, ну, Он просто играет какие-то роли, что-то называет, ну, что-то я называю выходная пара, да? То есть, когда женщина встречается с мужчиной, отыгрывает какую-то мужскую роль, или женскую роль, Вот, то есть, мужчина, если встречается с женщиной, отыгрывает мужскую, и женщина с мужчиной женскую, женскую, вот, отыгрывают роли, Какие-то и все, и все, и расстаются, вот, при этом никто не знает, кто, как, кто, как на самом деле вообще живет. Вот, это вот, на мой взгляд, у вас такая история, то есть, это очень простое, показывает, что вы не близки, Вот, вот, это показывает, что вы не близки, но в то же время это показывает, что вы пытаетесь быть ближе, чем вы есть, вот, понимаете? То есть, то есть, либо вы торопитесь в отношениях, перескакивая ступень, ну, несколько ступенек, вот, Либо, есть кто-то еще, например, какая-то ваша акцентуация, допустим, вот, то есть, ну, тут просто много моментов, да, которые надо бы прояснить, Ну, посыл человека, он совершенно очевиден, что он вас не знает, он вас не принимает, он нарисовал себе некий образ, картинку, который вы дал мне соответствовать, Если вы не соответствует, то вот, как бы, такая реакция. Другой вопрос, хотите ли вы соответствовать, это уже другой вопрос к вам. Вот, как-то так, я думаю. Мне правда очень интересно, что такого здесь, да, что вы об этом думаете на неделю. То есть, если у вас есть чувства к человеку, ну, я боюсь, что у него они либо меньше, либо, там, есть, ну, есть разница, в восприятии этих чувств, вот, понимаете, какая штука. Вот, если вы еще живете в разных странах, может быть, вот такой социальный страх использования. То есть, ну, мужчина, он может под давлением, там, своего социального какого-то круга, вот, может опасаться идти с вами на сближение, вот. Вот, если вы, условно, более, менее благополучной страны, чем он, вот, ну, по крайней мере, в его глазах. Вот, поэтому, тут вот тоже очень много факторов. Вот, если вы, опять же, разных национальностей, если вы, как бы, с разными менталитетами люди, то это вдвойне стройнее усиливает проблему взаимодействия. Их взгляды на одно и то же. К примеру, немец смотрит на, ну, допустим, экономический, финансовый вопрос. Одним образом, а, допустим, там, американцы, американцы или, вот, кто-то из арабских стран смотрит на это иначе, по-другому. Вот, поэтому нужно, нужно учитывать эти вещи обязательно. А, я бы здесь, в целом, глобально доверял бы себе своим реакциям. Вот, если вам странно, вот именно странно, это, мне кажется, бегство самоотвержения. Потому что я называю странным то, что я не хочу называть своими словами, своими именами, потому что тогда мне придется принимать решение и брать ответственность за свое решение. А вы этого, как будто, не хотите. Вот. То, что вам неприятно, тоже желательно бы немножко развить, что именно, как вы, ну, как вы ощущаете, знаете, что вам неприятно. Вот. Вот. И дальше просто посмотреть, вот, если на этом неприятно, вот, идти, то куда. Разве там неприятно, у него есть вектор. Вот. Ну, как-то так, я думаю. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Вот. Желаю вам прояснения.